Тёмные очки, бейсболка и рация в руке. Весь день с 9 утра и до захода солнца Алексей Фёклов проводит на городском пляже, но не в качестве отдыхающего. Мы патрулируем, то есть, соответственно, постоянно акваторию. Стоим на вышке. Вот, к примеру, 37 градусов, 40, вот вышка, ну, то есть, она железная. Чтобы вот по ней пойти, даже босиком, она обжигает ноги, не говоря уже о том, что песок, когда дойти от поста по песку, песок калёный. На городском пляже Алексей чувствует себя, как рыба в воде. Порыбачить тоже, кстати, этот случай доводится, смеётся спасатель. Хотя чаще приходится опять же помогать. Рыбакам доставать с одной снасти. Хоть и работа спасателей ограничивается чертой пляжа, но спасатель – это человек с широкой душой и добрым сердцем, признаётся наш герой. У нас ответственность граница пляжа, но мы люди как бы добросовестные, в первую очередь мы люди, мы работаем и за границами. За 7 лет работы спасателем Алексей вернул к жизни почти 10 человек. Были и драматичные случаи, когда помочь уже не удавалось. Во многом из-за того, что горожане вовремя не обращаются за помощью. А уследить за несколькими тысячами отдыхающих невозможно физически. Хоть и профилактические обходы, которые по инструкции положено проводить каждые полчаса, по факту проходят без перерыва вовсе. Поэтому спасателям нужна хорошая подготовка, как физическая, так и моральная. Правильно он примет действия, решения. То есть от этого уже будет зависеть дальнейший исход ситуации. То есть, например, вот вовремя увидел, вовремя решил бежать, вовремя подплыл, правильно подплыл, вытащил, оказал помощь, нашёл детей. То есть это всё секунды. Вообще человек, человеческий мозг может прожить пять минут без кислорода. Но, соответственно, всё ещё зависит от температуры воды. То есть клетки, они в более холодной воде дольше разрушаются, соответственно, обмен веществ идёт дольше у человека в этом плане. Если тёплая вода, соответственно, ещё быстрее. Порой количество отдыхающих переваливает за тысячу, и это только на одной очереди набережной. За порядком здесь следит команда из 12 спасателей, которую возглавляет Алексей. Помощь приходится оказывать не только в воде, но и на суше. Травмы на спортивных площадках, тепловые удары и алкогольные отравления. Последние зачастую приводят к неприятностям и на воде. Как тонет вообще человек? Просто как вот ситуация была? Он, то есть, барахтался, ничего такого серьёзного не было. Потом он начинает постоянно, ну то есть, редко дышать, глотать воздух, соответственно, у него дна нет. Он начинает паниковать, руки в стороны. Заглатывать воздух, вытягивать шею вверх, чтобы глотнуть воздух, и, соответственно, начинает барахтаться, как поплылок, вверх-вниз. Одна отталкивается, вверх поплыл, воздух хватило, я правильно на дно. На кадрах спасатели проводят тренировку. Девушка переоценила свои силы и заплыла за буйки. Свело ногу, начала тонуть. Спасатели бросаются в воду, достают отдыхающую на берег и оказывают первую медицинскую помощь. В любом случае обязательно вызывают скорую помощь, даже если человеку становится легче. С водой шутки плохи. У человека было попадание воды в легкие, обязательно передавать скорую помощь. Потому что через два часа человек может по ним не так умереть, из-за того, что он просто загорелся. Ангелы-хранители без права на ошибку. Они выходят на службу и в палящий зной, и в грозу со шквалистым ветром. Все потому, что их ставка не выражается в денежном эквиваленте. Она стоит намного дороже. Они ответственны за жизнь и здоровье человека. Мария Левина, Константин Головин. События.